У нас большой лоток иностранных студентов из Российской Федерации не ожидается, и в настоящее время такого как факта, собственно говоря, тоже нет. Студенты, которые у нас учатся, не хотят покидать Российскую Федерацию, хотя со стороны отдельных государств, отдельных посольств, была направлена рассылка и рекомендация студентов покинуть Российскую Федерацию. Это, скажем так, первое движение, в котором, может быть, отчасти было вызвано некой нервозностью, связанной с транзакциями платежей, возможностью обеспечения оплаты обучения, пребывания в Российской Федерации. Сейчас все эти активные явления мы сняли, в частности, разговор с посольством Индии в Российской Федерации. Оказалось, что такой массовой рассылки со стороны не было, и, в общем, таких рекомендаций от них не было. Теперь, ну вот так, по цифрам, да, чтобы было наглядно. Если взять численность иностранных студентов по странам, то, конечно, у нас первые три места занимают Казахстан, Казахстан и Китай. И все эти государства для нас остаются дружественными, и с их стороны посылов о прекращении образования в Российской Федерации не поступало. Я сейчас говорю в целом о цифрах, которые без разбивки на платных и бесплатных студентов. Первая недружественная страна в этом списке, который у нас появляется, значит, это Республика Корея, из которой у нас учатся 634 студента. Вот так, для понимания, на первом месте Казахстан, из которого у нас учатся 61 тысяча студентов. То есть это, ну, просто такая вот кратность, которая, да, это может случиться, хотя, еще раз повторю, сейчас такого не наблюдается. То есть мы можем предположить, что эти государства не будут больше направлять к нам студентов на обучение ни по квоте, ни рекомендовать им обучаться у нас тем более платно. Сейчас мы видим отдельные заявления отдельных лиц в основном. И не всегда эти лица уполномочены выступать от лица государства. Что я имею в виду? У нас, вы сказали сегодня, возьму одну, чем академическая мобильность, да, и она у нас, в общем-то, если ее так можно сгруппировать, группируется на несколько таких отдельных блоков. Это академическая мобильность, которая осуществляется в рамках межправительственных и межведомственных соглашений, то есть это соглашения на уровне правительства, государства. И в этом случае, простите, всякое лицо ни от Российской Федерации, ни от иностранного государства не имеет права делать официальных заявлений, не согласовав их с правительством. Но ведь на то должна быть индульгенция от своего правительства. Это, кстати, касается и выхода из отдельных научных проектов. То же самое, потому что заявлений сейчас очень много, извините за это слово, пены очень много, а зачастую эти заявления не имеют под собой юридического факта. Вторая группа академической мобильности, это разного рода программы образовательные, научные, как, например, наиболее распространенные, это Эразмус. Зачастую в рамках этой программы работают с подбором студентов, даже не включая в эту программу наши вузы. То есть это идет самостоятельный отбор, на который повлияет сложно. Вот со стороны, например, Эразмуса заявление есть о том, что они прекращают работу в Российской Федерации, приостанавливают работу с Российской Федерацией, да, тут надо аккуратненько приостанавливать. Но практически все сделали свои заявления, говорящие о том, что мы не будем принимать у себя студентов и сотрудников из Российской Федерации, но те, кто уже обучаются, они будут завершать свое обучение. Какое-то, опять-таки, острое объявление о том, что надо покинуть страну пребывания, таких заявлений сейчас не делается. Что касается научной составляющей, тоже позволю себе забежать немножко вперед, потому что вопрос, скорее всего, тоже возникнет. Но в целом скажу про крупные мега-сайенс-проекты, то там практически от каждой крупной коллаборации поступили письма, которые призывают к все-таки мирному взаимодействию и урегулированию вопросов. Больше степени вот в этой части. Что касается работы российских ученых, то кроме Германии, в общем-то, таких громких заявлений о приостановке деятельности российских ученых и российских институтов в международных коллаборациях не последовало. Хотя, в принципе, ожидаем, что они могут быть, но, скорее всего, это будет заявление о приостановке нашей работы там. Но это, скажем так, та история, которая, в общем, больше, наверное, бьет по ним, нежели по нам. Потому что очень большой вклад российских ученых и как со стороны интеллектуальной составляющей, так и со стороны финансовой, которую мы делали в эти международные коллаборации. Поэтому со всеми ними мы ведем, в общем-то, беседу и держим это все на своем непосредственном контроле. Поэтому, ну, в общем, научное и образовательное сообщество старается, тем не менее, вот эту гуманитарную линию сохранить даже в отношении стран, которые не дружественны по отношению к нам. Что касается нашей линии, то мы ее выдерживаем примерно следующим образом. Если не следует категорических заявлений о прекращении нашей работы за рубежом или обучения за рубежом, то мы исходим из того, что мы продолжаем работать, даже если страна по отношению к нам является недружественной. Если они приостанавливают свою деятельность, мы зеркально приостановим деятельность, так же, как и они на будущий период, будем продолжать внутреннюю работу, которая связана с обеспечением и выполнением наших международных обязательств, для того, чтобы исключить возможные негативные, в том числе финансовые последствия и санкции в отношении к нам, сами, скажем, таких нападательных заявлений и каких-то громких, извините, шаппозакидательских разговоров мы не начинаем. И исходим из того, что у нашего министерства самая миролюбивая повестка, и мы за то, чтобы, несмотря ни на какие, так сказать, ситуации и их оценки за рубежом, мы продолжали совместную работу.